Замена школьного автобуса, ремонт дороги и спортплощадки. С такими вопросами обращались жители региона во время личного приема граждан, который провел губернатор Игорь Руденя. Все подробности в нашем следующем материале. С вопросом о возможной замене школьного автобуса для среднеобщеобразовательной школы-интерната номер 2 Балаговского района к главе региона обратилась многодетная мама Любовь Федорова. Как рассказала женщина, школа находится в поселке Лыкошино Балаговского района. Здесь обучается 130 детей. Большая часть проживает в соседних населенных пунктах. У нас автобусы на износе, а практически половина детей на подвозе. То есть 55 детей из деревень привозят в нашу школу. И вот они учатся. Два рейса делают автобус утром, два рейса вечером. В свою очередь губернатор отметил, что в этом году закупаются школьные автобусы. И будут приняты все необходимые решения, чтобы один из них поставили в школу. За содействием в решении вопроса ремонта спортивной площадки в поселке Маус к губернатору обратился девятиклассник Павел Исаков. Молодой человек сам профессионально занимается футболом. И в будущем хочет стать тренером. И как рассказал Павел, сейчас на площадке изношено резиновое покрытие. Занятия приходится проводить с осторожностью, чтобы не получить травму. Наше поле уже в непригодном состоянии. Оно начинает рваться. Сетки на рот нет. Трибуны все там поломаны у нас. Но нам нельзя играть в футбол. По итогам общения Игорь Руденя сказал, что вопрос с ремонтом объекта будет решен. Во время личного приема с просьбой о необходимости ремонта участка дороги от поселка имени Крупской до трассы М-10 обратилась жительница города Елена Швецова. Дорога обеспечивает подъезд к микрорайону Южный промышленным площадкам, предоставляя транспортную доступность к загородной жилой застройке. Очень много ям. А у меня эта дорога проходит по дороге в школу. Я везу ребенка. Я считаю, что это абсолютно небезопасно для меня, а также для моего ребенка. Как сообщил губернатор, в этом году проходит первый этап ремонта Бурашевского шоссе. В июне пройдут конкурентные процедуры на июль и август на проведение ремонтных работ. В 2021 году в областном центре, благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», планируется отремонтировать 70 объектов уличной дорожной сети общей протяженностью свыше 60 километров. Также планируется продолжить реконструкцию тротуаров в историческом центре областной столицы.